Сто с небольшим лет назад бушевала пандемия испанского гриппа, и вот как люди спасались в те времена. С помощью таких вот масок, или скорее даже клювов, похожих на те, что были у чумных докторов, помогало не очень. От испанки скончалось до 100 миллионов человек. В разы больше, чем погибло во времена Первой мировой войны, под конец которой и разразилась пандемия. Спустя еще несколько лет бушевала эпидемия гриппа уже в Штатах, но работа не прекращалась. Это касалось и Голливуда. Актерам приходилось репетировать все сцены в масках, включая сцены поцелуев, а при ковиде премьеры и съемки просто переносили. Хэллоуин – любимый праздник многих людей. Можно выбрать интересный образ и подобрать эпичный наряд, но все эти Джокеры, Пеннивайзы и Харли Квины совсем не страшны по сравнению с этим. Это винтажный костюм на Хэллоуин 1917 года, при виде которого можно было знатно отложить кирпичиков. Раньше умели пугать по-настоящему. Самая известная фотография Альберта Эйнштейна – та, где он высовывает язык. Ее показывали в школе, на презентациях. Вы ее видели в интернете, но мало кто видел другие фотографии легендарного физика. Например, тут он хорошо проводит время на Большом Каньоне в компании индейцев. Интересно, он рассказал им про теорию относительности? А тут Альберт на больничной койке. Его гениальный мозг был настоящей загадкой, и здесь врач анализирует его с помощью энцефалограммы, чтобы замерить импульсы. Правда, тайну мозга физика раскрыли уже позже, после смерти и вскрытия. Выяснилось, что доля, отвечающая за способность к трехмерному моделированию, другие математические абстракции у Эйнштейна была на 15% шире, чем у обычных людей. Вот фотографии из архивов 80-х годов одного американского телеканала. На снимке изображена девушка и толпа техасских рейнджеров. На самом деле, это кадр из рекламы нижнего белья, которая не прошла цензуру и была в тени более 40 лет, пока недавно не слили кадры в интернет. Раньше были креативные маркетологи. Эйнштейн – узнаваемый символ физики. А статуя Свободы – один из символов США. Мы привыкли видеть ее на острове Свободы в Манхэттене. А вот как ее собирали в Париже в 1884 году. Да, если вы не знали, статуя была подарком Америки от Франции. А здесь статую уже привезли в Штаты и начали самый эпичный анбоксинг в истории. Еще один символ Америки – гора Рашмор с высеченными президентами США. В таком ракурсе вы ее вряд ли видели. Тут рабочие высекают портрет Джорджа Вашингтона. А тут ведутся работы по высеканию глаза одного из лидеров США. О страховке рабочего почему-то забыли. На первый взгляд перед нами обычная девушка, которая отдыхает где-то на озере. Тут она вряд ли догадывается, какое будущее ее ждет. Это молодая Хиллари Клинтон в 1969 году. Будущая первая леди США. В 1975 году на экраны вышел фильм «Челюсти», ставший классикой ужасов. Он и сегодня может испугать многих людей. Но если узнать, как его снимали, может стать не так страшно. На самом деле, акула-людоед – это такой вот муляж со сложным механизмом внутри. Еще один известный фильм, связанный с морем, это «Пираты Карибского моря». А точнее, целая серия фильмов. Многим больше всего понравилась вторая часть. «Сундук мертвеца» из-за жуткой команды летучего голландца, и особенно Дэвид Джонса. Получеловек, полуосминог выглядит очень крипово. Но на съемках все было далеко не так страшно. Актеры носили такие серые костюмы с датчиками, и потом из них делали монстров на постпродакшене. Билу Найи, еще и лицо залепили датчиками, чтобы потом нарисовать те самые щупальца. Этого человека вы точно видели, но на фотографии, которая была сделана намного позже. Как думаете, кто это? Если вы вдруг сказали «Уинстон Черчилль», то поздравляю, вы угадали. На фото молодой Уинстон в военной форме гусарского полка. Через 45 лет он станет премьер-министром Великобритании, а еще через 62 будет назван величайшим британцем в истории. Тут чуть полегче, но ответить сходу все равно смогут не все. Эта фигура не менее значимая, чем Черчилль. Перед нами Авраам Линкольн, президент США, который покончил с рабством в стране и стал национальным героем. Непривычно видеть его без фирменной бороды. Эту фотку можно назвать утром после самой кошмарной ночи. Ее засняли с борта Карпати, корабля, который первым прибыл на место крушения Титаника. 15 апреля 1912 года на снимке выживших пассажиров подбирают из шлюпок и поднимают на борт, где они смогут наконец согреться, отдохнуть и осознать, что они пережили. В то время, пока на Карпатию поднимались выжившие, на дне Атлантики уже несколько часов лежали обломки Титаника. Карма очень сильно повредила при ударе о морское дно, а сейчас от нее и вовсе почти ничего не осталось. В этих обломках едва ли узнается задняя часть легендарного корабля. Титаник стремительно разрушается на холодном дне, и, как считают эксперты, к 2050-му от легендарного лайнера ничего не останется. Нет, это не урок физкультуры в начале 20 века. Это Олимпиада. Удивительно, как сильно она поменялась, правда? В 1908-м на Олимпийских играх в Лондоне прыжки в высоту выглядели так – низкая планка и простой перископ. Да и зрителей на трибунах почти нет, от чего все это выглядит, как тренировка школьной команды, а не главное соревнование планеты. Сейчас, чтобы протестировать прочность предмета, используют краш-тесты с участием машин, роботов и прочей техники. Но раньше все было куда проще и жестче. Никаких машин, только хардкор. Человек разбегается в шлеме и со всей силы бьется головой о стену. Так проверяли летные шлемы для пилотов. Тогда эта профессия только-только появилась. Это просто фотография рандомного мужчины, на самом деле она историческая. Это Уолтер Фредерик Моррисон, человек, который изобрел фрисби. За развлечения на пляжах и на шашлыках, а также за игры с собаками, благодарить стоит именно его. На этой фотке из 1950-х он демонстрирует прототип тарелки фрисби. Зато этого деду со сходу узнают многие. Бахните ему лось за куриные крылышки в панировке. Кстати, если вы не знаете, кто стоит рядом с полковником Сандерсом, то это Элис Купер. Не меньшая легенда, но уже из мира музыки. Его называют королем шок-рока. Требования к стюардессам достаточно высокие, но сейчас они более размыты, чем в середине 20-го века. Здесь можно увидеть среднестатистические данные стюардесс всех времен. Возраст 23 года, вес 53 кило и рост 167 сантиметров. Если бы вы смотрели фотки в ленте и вам попалось это, вы, скорее всего, пролеснули бы ее, не обратив никакого внимания. Просто какой-то старый город, ничего особенного. Но на самом деле это Нью-Йорк, а именно самое его сердце, Таймс-Сквер. Так эта площадь выглядела в 1903-м. Никаких рекламных билбордов, толп туристов и лютого шума. Только лошади и плавное строительство будущих известных зданий. А еще если смотреть на старые фотографии Нью-Йорка, можно заметить, что чуть ли не все тогда носили шляпы и котелки. Думаете, это преувеличение? А что вы тогда скажете на эту фотку 1930-го? С высоты видно, что тогда в шляпах были буквально все. Если хотите узнать почему, пишите в комменты, и мы сделаем про это отдельный выпуск. Этот молодой парень даже не подозревает, насколько великое будущее его ждет. Пока что он неизвестен, но через десятки лет он создаст нефтяную корпорацию. Будет монополистом по добыче и транспортировке нефти и станет первым долларовым миллиардером в истории человечества. Это Джон Рокфеллер. Человек, который повлиял на нефтяную промышленность больше других. Кстати, если пересчитывать его состояние на современные деньги, у него было бы 423 миллиарда долларов. Для сравнения сейчас богатейший человек планеты Бернар Арнос с состоянием в 215 миллиардов долларов. Разница просто колоссальная. В окружении аборигенов. В 1961-м он отправился в экспедицию в Новую Гвинею, где пропадет без вести. Эта фотография сделана незадолго до инцидента. До сих пор неизвестно, что с ним стало, но по основной версии он стал жертвой папуасов-каннибалов, которые приняли его за злого духа. А это экспедиция в Антарктиду. Тут уже обошлось без аборигенов и каннибалов. Но путешествие все равно было очень опасным и суровым. Сейчас даже трудно представить, как раньше люди в принципе добирались до этого холодного края. Безумный хаос на дороге не связан с какими-то политическими волнениями, арестами или прибытием суперзвезды. Это первое утро в Швеции, когда в 1967 году в стране перешли слева стороннего на право стороннее движение. Это событие вошло в историю как день аж. Ринопластика – одна из самых распространенных пластических операций в наше время. Чтобы исправить нос, нужно посетить хирурга. Заплатить не так уж много денег, и нос будет исправлен. А в прошлом нос исправляли иначе. С помощью таких формирователей носа. Он стоил 6 баксов. И многие девушки покупали его в надежде заполучить идеальный нос. Я бы даже сказал, очень многие. В 1944-м было продано более 100 тысяч таких штуковин. Несмотря на то, что в 1920-е в США был сухой закон, алкоголь продолжали употреблять и продавать, но тайком. Одна из распространительниц незаконного алкоголя Дженни МакГрегор. Ее арестовали за распространение алкогольных напитков, спрятанных в таких гигантских флягах под шубой. А это счастливые джентльмены, вскоре после отмены закона. Он длился 13 лет, да и закончился почти одновременно с великой депрессией. Отличный повод отметить как следует. Поверили бы вы, если бы я вам сказал, что одна из девушек с этой фотографией станет всемирно известной. Получит Нобелевскую премию и будет причислена к лику святых. Вряд ли так ведь. Но между тем, слева от нас девушка по имени Агнес, которая станет известна как мать Тереза. Можно долго спорить о том, насколько гуманна или правильна она была, но то, что она стала одной из ключевых персон 20 века, неоспоримо. В такой невероятной обстановке раньше путешествовали люди. Перед нами вагон поезда, который сфотографировали в 1890 году. Такое ощущение, словно ты едешь в музее или картинной галереи. Настолько тут красиво. И почему сейчас не делают такие же эстетичные поезда? Вступительные титры под эпичную музыку. Одна из самых узнаваемых фишек любых Звездных войн. И вот как этот процесс снимали во времена оригинальной трилогии. Здесь мы видим съемку интро к пятому эпизоду. Империя наносит ответный удар. А в наше время просто воспользовались бы компьютерной графикой. Чисто визуально это рандомная фотография с какой-то школьной вечеринки. Ну или снимок диджея в каком-нибудь захолустном клубе. Но на самом деле это две легенды. Здесь засняли дуэт Daft Punk. Фото сделано в 90-х, в начале их карьеры, когда парни еще не обзавелись своими фирменными масками. Без масок их в принципе мало кто узнает, кроме фанов и любителей электронной музыки. Если вы думаете, что это просто какие-то альпинисты, это не совсем так. Это топовые и легендарные альпинисты Эдмунд Хиллари и Тенсинг Норгей. Именно они в 1953 году первыми в истории покорили Эверест. А это их фото во время того исторического восхождения. Думали девушки стали водить машины относительно недавно? А что вы скажете на это? Это мадам де Курсель в 1909 году. Она не только стала одной из самых первых женщин-водителей, но и первой таксистки в Париже. Надеюсь, ей всегда оставили пять звезд. Эта фотка может выглядеть как еще один наряд на Хэллоуин или что-то в этом роде. Но на самом деле так в 1930-е годы лечили женщин, которые не заботились о мужьях должным образом. Лечили их улыбка терапией, причем в психиатрических больницах. Встречать мужа нарядный, причесанный, с улыбкой на лице и разогретым ужином на столе и без всякой депрессии. Такой подход считался единственно правильным около ста лет назад. Сегодня это звучит дико. И хорошо, что это все в прошлом. И что времена поменялись. А это что, не вошедший кадр одного из фильмов Пила? Похоже на очередное зловещее испытание Джона Крамера, правда ведь? Но так выглядели водолазы в 1940-х. А это экипаж подводной лодки в 1908 году. Люди в скафандрах лично мне напомнили работников фабрики Фей Крестной из 2-го Шрека. О кого они напоминают вам? Какое-то странное собрание людей в пустыне. Выглядит как секретный клуб, похороны или встреча перед каким-то представлением. Но что если я вам скажу, что на фото запечатлено зарождение города, причем известного? Около ста человек собрались на земле и разыграли 60 строительных участков в батарею при помощи подобранных тут же ракушек. Позднее эти участки станут Тель-Авивом, одним из ключевых городов Израиля. День, когда было сделано фото, считают днем основания города. Образ Мэрилин Монро, у которой от ветра поднимается платье, один из самых узнаваемых за всю историю кино. Этот момент можно увидеть в фильме «Зуд седьмого года». А вот что было в это время за кадром. Сцену снимали перед целой толпой людей и представителей прессы в целях рекламы фильма. Момент получился историческим. Сейчас автомойка – обычное явление, но сто лет назад это была настоящая экзотика. Да и сами автомойки выглядели совсем не так, как в наши дни. Например, вот автомойка, открывшаяся в Чикаго в 1924-м. Никаких щеток и омывателей. Просто бассейн с водой, в котором водитель кружил несколько минут, пытаясь убрать грязь с автомобиля. Сфокусироваться на задачи можно разными способами, но этот индийский студент из 1905-го года придумал самый оригинальный. На фото запечатлено, как он поздно вечером готовится к сдаче экзаменов. Чтобы не уснуть и успеть все выучить, парень привязал волосы к стене. Мы привыкли видеть Монализу на стене в Лувре, на ее законном месте. Но на этой фотографии картина упакована в какие-то слои, где-то лежит. Тут ее возвращают в Лувр после окончания Второй мировой войны. Картину пришлось эвакуировать с многими другими экспонатами. И на 6 лет та самая стена в Лувре пустовала. А теперь давайте взглянем на фотографии, которые доказывают реальность путешествия во времени. Не переключайтесь. Это фото было обнаружено в старой книге и датируется оно 1917 годом. Мы видим людей на пикнике где-то в Канаде. Здесь нет ничего необычного, кроме одного парня. Он в левой стороне кадра, в центре, и он явно отличается от остальных. Он сидит в современных шортах и футболке, а также у него распущены волосы. Такой стиль в одежде и прическе стал популярным намного позже, где-то в 70-х, 80-х. И это при том, что все остальные сидят в шляпах, котелках и типичных нарядах начала 20-го века. Этот парень сильно выделяется на фоне остальных, и с этим трудно поспорить. Кто-то считает, что ничего странного в фотке нет, кто-то, что этот парень опередил моду, а кто-то уверен, что это человек из конца 20-го века, который отправился в прошлое. Ладно, тот кадр все же не столь удивительный, и, возможно, тот парень на пикнике действительно лишь опередил моду в свое время. Но что вы скажете на это? Мы видим скульптуру астронавта. Вроде бы ничего, только эта скульптура находится на стене собора, построенного в средние века. Как такое возможно? Получается, скульптор, создавший это творение, обладал знаниями, которые мы с вами получили лишь в прошлом веке? Или он переместился из нашего времени в прошлое, застрял там и решил извоять эту скульптуру, чтобы мы с вами убедились в том, что путешествия во времени реальны? Интересно, что в церковных кругах отрицают версию об астронавте, и говорят, что эта скульптура изображает демона, который находится здесь, чтобы отвладить темные силы. Не знаю, как вам, но мне кажется, что такое объяснение какое-то слишком странное и даже нелогичное. Зачем лепить на светлый собор демона? Так разве кто-то делает? Когда в 2008 году археологи вскрывали древнюю нетронутую гробницу в Китае, они явно надеялись на какое-то интересное открытие, но точно не ожидали увидеть возле гробницы загадочный предмет. С одной стороны, он похож на небольшой камень, но если присмотреться, станет ясно, что это современное кольцо. Причем не простое, а кольцо с циферблатом, стрелки на котором остановились. Что еще интереснее, на обратной стороне была выгравирована надпись Swiss, то есть сделана в Швейцарии. Анализ предмета показал, что ему не менее 400 лет, а значит, не может быть подделкой или чьей-то шуткой. Говорят, этот предмет мог случайно оборонить путешественник во времени, и как бы это дико не звучало, в это хочется верить. В то же время непонятен сам предмет. Если это часы, то почему они такие крошечные? А если это кольцо, то зачем на нем циферблат? Отсюда у меня возникла еще одна теория. Мы часто говорим про гигантов, существовавших в древности. Что если наряду с ними существовали и крошечные люди, или другие существа с развитыми технологиями? В 1962 году проходил чемпионат мира по футболу. В Чили Бразилия обыграла Чехословакию. Стала чемпионом, и мы видим фото с того дня. Бразильский игрок поднимает кубок, вокруг него фотографы, журналисты, и человек с мобильным телефоном и камерой. Обратите внимание, как он держит это устройство. Именно так мы делаем фотографии на телефон. Возможно, это очередной путешественник во времени, который отправился в прошлое, чтобы вживую посмотреть этот исторический матч. Вообще, именно по мобильным телефонам многие теоретики вычисляют людей, которые решили отправиться в прошлое. Вот еще один подозрительный снимок, сделанный где-то в Америке. Судя по всему, на дворе 1920-е, мужчина перед нами держит что-то у уха, и это что-то напоминает именно телефон. А если это даже не так, то что это могло быть? Зачем человеку, жившему сто лет назад, прикладывать к уху то, что он может держать в руке? На этот вопрос ответить сложно. Окей, тот снимок можно как-то объяснить. Ну, Топ Хайп просто видит то, что хочет видеть, и этого, возможно, не было в действительности. Но что насчет не просто фото, но и видео, которое вас озадачит? Эти кадры сняли в Нью-Йорке в 1938-м. Мы видим типичных американцев того времени. И одну американку, совсем не типичную для 30-х годов. Она разговаривает по телефону прямо перед камерой. Просто напомню, первые сотовые появились в 1973-м. То есть в 1938-м году никто даже представить не мог такую штуку, как сотовый телефон. Есть версия, что женщина просто развлекалась и дурачилась с каким-то предметом, но опять же, даже если это так, то как она могла сымитировать разговор по сотовому, который на тот момент был полной неизвестностью для всех в мире? Есть и другая теория, согласно которой эта женщина – путешественница во времени, которая прибыла в прошлое с какой-то важной миссией. Возможно, это как-то связано со Второй мировой войной, ведь она должна была вот-вот начаться. Сторонники этой теории также считают, что по бокам женщины вовсе не ее подружки, а мужчины, загримированные под женщин, которые являются ее телохранителями под прикрытием. Версия, конечно, безумная. Кто-то может возразить, мол, даже если этот телефон, то как она по нему созванивается? Ведь вышек для связей и провайдеров тогда не было. А значит, и звонить женщина никому не могла. Ну, во-первых, если она смогла отправиться в прошлое, то наверняка у нее были другие технологии, чтобы иметь возможность установить связь. Во-вторых, может, она и не созванивалась ни с кем, а просто слушала какое-то сообщение с телефона. Например, как голосовое в телеге. Эта фотография была сделана в 1898 году, и на нем изображена работница золотого рудника. Ее имя неизвестно, но она очень похожа на Гретту. Это вылитая Грета Тунберг, главная экоактивистка нашего времени. Когда этот старый кадр попал в сеть, люди выдвинули теорию, что Грета Тунберг может быть путешественницей во времени. Она отправилась в прошлое, чтобы спасти человечество от надвигающегося климатического кризиса или добыть там какую-то важную информацию. А этот кадр был сделан в 1939 году в Нью-Йоркском Гарлеме. Ничего необычного, если не быть знакомым с миром хип-хопа и шоу-бизнеса. Ведь чернокожий парень – точная копия Джей-Зи. А может, это и есть сам Джей-Зи, который отправился в прошлое. А если вы считаете, что это полный бред, то просто вспомните, какое влияние на мир оказывают Джей-Зи и Бейонсе. Эту таинственную пару давно подозревают в темных делах. Почему в таком случае они не могут обладать секретной технологией перемещения во времени? А теперь давайте поговорим про что-то, у чего гораздо больше доказательств. Когда речь заходит о Луне, многие сразу же вспоминают про Аполлон-11. Это пилотируемый космический корабль из одноименной серии, в ходе полета которого в период с 16 по 24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела, то есть Луны. Миссия известна многими интересными и неоднозначными подробностями, но самое любопытное, на мой взгляд, это вот этот снимок. Он был сделан все тем же кораблем, но о нем почему-то НАСА до недавних лет строго-настрого умалчивали. На кадре четко видно, как под ногами пилота лежал камень, удивительно похожий на окаменевший череп гуманоидного типа, а не человека. Симметричные глазницы, носовое и ротовое отверстие. Думаю, если бы исследователи забрали его с собой, хотя бы малую его часть наука могла бы пойти по другому пути. А в теории эволюции произошли бы серьезные изменения. Вау! 3 апреля 1973 года Знаете, чем знаменуется эта дата? Это тот самый великий день, когда человечество совершило самый первый в мире звонок по мобильному телефону. По сути, это и стало отправной точкой в то цифровое будущее, в котором мы с вами живем сегодня. Говорю об этом не случайно. Мне на глаза попался вот этот любопытный снимок из фильма Чарли Чаплина «Цирк». Картина вышла в прокат в 1928-м. Но как в таком случае в ней могла оказаться девушка с телефоном в руках? Взгляните. Явно видно, как она шагает и попутно с кем-то разговаривает, выражая эмоции. Это без лишних вариантов напоминает диалог по мобильнику. Но как это возможно? На тот момент люди даже не знали о такой штуке, как мобильный телефон. Когда эта тема широко поднялась в общественности, люди начали выдвигать самые разные теории. Кто-то предположил, что женщина слушает портативное радио. Хотя это не объясняет, почему она сама говорит. Кто-то, что попавшая в объектив дама демонстрирует признаки шизофрении, прикрывая лицо в попытке скрыть тот факт, что разговаривает вслух сама с собой. Было предположено и тривиальное объяснение. Случайная прохожая просто пытается спрятать лицо от камеры. Скептики же думают, что этот фрагмент кинопленки вовсе является фейковым, и его придумали и кинолюбители. По итогам множества дискуссий люди пришли к наиболее популярной версии. Это была путешественница во времени, которая случайно попала в кадр. Как вы думаете, могло ли это произойти по-настоящему? На самом деле, если говорить честно, я бы поверил в эту версию с путешественницей из будущего. В мире так много необъяснимых явлений, с которыми никто не может разобраться даже спустя много лет. К их числу относится и этот снимок, который кажется менее мистическим и опасным, чем он является на самом деле. Три человека стоят у кровати и одновременно показывают пальцами на стену. Они что, сошли с ума? Подумают про себя незнакомые с этой историей люди. Но поверьте, вы бы и не так себя вели, окажись вы на их месте. Этот маленький мальчик одной ночью стал слышать странный стук, доносящийся из-за стены. Поначалу он думал, что там просто ведутся какие-то работы. И это не его забот дело. Но когда стук продолжился на второй день, на третий, звучал уже целую неделю, он все же решил спросить об этом у родителей. Те посмотрели на него удивленно и не поняли, действительно ли он говорит правду. Желаю узнать все лично, взрослые остались в его кровати на ночь. И, о чудо, звуки повторились. Более того, они стали куда громче и четче. Ничего выяснять родители не стали, а они сразу же вызвали на место экспертов паранормальным существам и попросили тех провести анализ территории. Многочисленные изучения дали понять, что в комнате нет никаких духов. Но в то же время, прямо на глазах у исследователей из-за стены продолжался доноситься стук. После таких страстей дома, хочется выбраться на улицу, оказаться где-нибудь на природе, в лесу и просто прогуляться, и отвлечься от бытовых проблем и суеты. И все бы хорошо, но ведь в лесу тоже полным-полно странных и очень жутких существ. К одним из них относится скунсовая обезьяна. В 1942 году ее впервые заметили обычные туристы. Сделали снимок и анонимно отправили его местному шерифу. Судя по комментариям, приложенным к фотографии, обезьяноподобное существо издавало крики в течение трех ночей подряд, имело ужаснейший запах и в конце концов убежало. Даже не знаю, я многих обезьян за свою жизнь повидал, но вот это, она, пожалуй, самая странная и в то же время неприятная из известных мер. Эти красные, светящиеся в ночи глаза, зубы, клыки и огромная туша. Ничего хорошего это точно не сулит. Что это за снимок? Кто-нибудь из вас знает? Проверим вашу экстрасенсорную способность. Чем закончится поход этих ребят? Возможно, вы угадали, что это не случайные горнолыжники. Это люди из печально известной группы Дятлова, которые отправились в поход на Северный Урал. Снимок же один из последних, который они сделали. Как известно, эта вылазка обернулась таинственной трагедией. Тела членов группы находились в странном положении, далеко друг от друга. У каждого из них были серьезные травмы. Что именно произошло со студентами, никому так и не удалось выяснить до сих пор. Думаю, что эта история так и останется тайной на века, к превеликому сожалению. Пасть чужого К слову о снимках, которые трудно разгадать. Если бы вам показали вот этот кадр, кто бы первый пришел вам в голову? Монстр из какого фильма? Чужой? А может, эта пасть вообще не настоящая? А вот и нет. Ни один из предыдущих вариантов не верен. Перед нами челюсть черепахи, но не простой, а кожистый. Эти многочисленные отростки служат ей своеобразными зубами. Ими оснащена не только глотка, но и весь пищевод. Кроме того, эта прелесть также направлена внутрь. Это сделано для того, чтобы цель, угодившая в пасть, не имела шансов выбраться обратно наружу даже при больших усилиях. К счастью для нас, кожистые черепахи не трогают людей. Их рацион обычно ограничивается рачками, водорослями и медузами. Фредди Джексон Когда военные действия завершаются, это не может не радовать. Так было, есть и всегда будет. Тем не менее, иногда такой процесс может вызвать куда больше странных эмоций и ощущений. Этот снимок, на первый взгляд, совершенно ничем не примечателен. На нем собралась целая эскадрилья. Солдаты успешно отслужили во времена Первой мировой и решили сделать в честь этого снимок на память. На нем собрались все, даже те, кого там не ожидали увидеть. В этом месте расположился некий Фредди Джексон, мужчина, служивший с ребятами. Казалось бы, что в этом необычного? Вот только тут есть один нюанс. Фредди погиб еще во время войны. Тем не менее, солдат появился на финальном снимке. Как это возможно? В 1975-м Диана Бертло, ее муж Питер, посетили Ворстедскую церковь в графстве Норфолк, Англия. Диана начала молиться в тишине, а Питер решил сфотографировать супругу. Казалось, что в этом нет ничего необычного, но так это было лишь для человеческого глаза. Вернувшись домой, пара ужаснулась, ведь оказалось, что в тот момент за спиной девушки находилась какая-то белая тень. Видно, что на белой незнакомке маленькая шляпка и устаревшая одежда. Оставлять это просто так было бы слишком опасно. Мало ли это дух, который их преследует? На следующее же утро супруги прибежали обратно в церковь и стали расспрашивать о таинственной незнакомке в белом у работников церкви. К их счастью, нашелся человек, который был готов посвятить их в суть происходящего. По словам священников, в церкви действительно витает дух какой-то девушки. Но дух этот совсем не злой, а скорее добрый. Он образуется лишь рядом с тем, кому нужно исцеление. Диана припомнила, что тогда она действительно сильно болела. Но после посещения церкви почувствовала себя гораздо лучше. Слендермен Ничего странного на этом фото не замечаете? Сколько людей вы тут насчитали? Вон девочка сидит, слева мальчик, чуть дальше еще один их друг и маленькая собачка. Но это не все. Вон там справа кое-кто смотрит за игрой маленьких детей и ждет подходящего момента. По легенде местных, человек с длинными ногами и руками, одетый в офисный костюм, преследует детей и гипнотизирует их, заставляя делать поистине ужасные вещи. Тело фотографа, например, ровно как и информацию о том, кто это вообще мог быть, так до сих пор и не узнали. Радует хоть, что эти дети остались целы и невредимы. Хоть они и полностью потеряли память о том ужасном дне. Люди плавали на своей лодке и случайно увидели под водой таинственного монстра. Было очевидно, что это не может быть большой рыбой или каким-то исследовательским аппаратом ученых. Больно уж эта штуковина была странной формы, да еще и гигантских размеров. Тем не менее, люди успели сделать снимок и выйти сухими из воды. События, связанные с этим снимком, берут начало в 1960-м. Именно тогда, около земной орбиты, был замечен необычный летающий объект черного цвета. Военные США приняли его за шпиона и захотели сбить его. Но финального приказа так и не поступило. Позже черного рыцаря замечали еще несколько раз. Он появлялся и бесследно исчезал вновь в разных уголках Земли. Любители всего неопознанного считают, что это тысячелетний спутник внеземного происхождения. Более реалистичные версии указывают на космический мусор. Но если это и правда мусор, разве он может постоянно пролетать над Землей с такой высокой периодичностью, да еще и в разных частях? Следующий снимок был сделан в 1988 году в одной из деревень. В окно дома, где жила женщина с дочкой, прямо посреди ночи кто-то нагло постучался. Женщина осмелилась открыть дверь, но снаружи никого не оказалось. Желая обнаружить какие-то нестыковки, она попросила своего друга сделать несколько снимков их дома снаружи. И то, что они нашли, лишило их дара речи. Было отчетливо видно лицо загадочной женщины. Она точно не была живой, ведь в таком случае ее бы обнаружили. Надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк и подписывайтесь.